доброго времени суток зрительным священным гостям нашего канала с вами россии мы находимся на роли game онлайн мы продолжаем играть в игру mountain blade warband это третье видео в этом видео мы с вами отправимся в лагерь разбойников валять им пилюлей освобождать брата торговаться и также возвращаемся потом в город саргот в прошлой серии мы взяли у него это задание наняли себе немножко людей немножко их качнули повоевали с наемниками с разбойниками всех победили всех всем наваляли и теперь собственно отправляемся спасать брата прошлом видео вы могли видеть что я не совсем крутой стрелок скажем так по шкале 10 бальный где-то на один из десяти даже не одну один за слишком себе значительно 2 я все-таки попадаю яичкой в колено поэтому не все не так плохо поэтому постараемся драться в ближнем бою возьмем соседней деревне здесь немножко еще людей и отправляемся похитителем так вы приближаетесь к бандитскому логову похоже что разбойники еще не заметили вас и вы можете подкрасться поближе трудный доступ к этому месту вниз по узкому ущелью означает что пойти в атаку смогут лишь некоторые члены вашего отряда и то без лошадей если вашу атаку успешно отразят разбойники разбегутся в разные стороны желаете ли вы напасть на логово или подождете другого случая давайте конечно напасть какого еще случаях ждать текст со мной мои бравые орлы это тоже нас спалил лучник мужа они открывать уже огонь не знаю куда-то туда я где-то стрельного так просто не попал конечно же знаете если я попал в это было бы просто я не знаю чудо из чудес возьмем где-то вот так о развойник уже убит ударом рекрута нашего потому что у нас все спортивные пацаны они все эти скажите мне пожалуйста все как бы норды я такие косточным как викинги смыки на этого парня с топором явно не дровостек познокровный убийца не как будто крестьян убивают так ладно давайте хоть тоже мы как кого-то попытаемся зарубить а то как-то все наши пацаны всех разбирают а мы встаемся не уделать ладно сейчас я вот вам покажу еще один мастерский как бы выстрел сейчас я только поближе подойду чтобы сто процентов попасть может не сто процентов смотрите у них корабли сети ребята нормально живут нормальность к логово так выстрел парень ты мне мешаешь парень ладно вон враг не попал в общем наши пацаны покромсали всех бежит он уже победит именно брат братья не бежит на тебе спасибо спасибо вам добрый господин что спасли меня от этих злодеев это мой брат в саргатную у вас на них след да он попросил меня найти вас короче пошли с нами так пути к отступлению для разбойников перерезаны и один за другим они падают под вашим натиском них убежище и все добытое принадлежит нам добытое у них конечно ребят не густо камни блять шикарно просто дожились блять камни да то есть серьезно что это за рука аналиста ты наверное перчатки так что тут хочу себе фальшион взять начать давайте забираем фальшионы по забираем ой палки брать не будем на хер нам их не палки шапки эти не будем брать все все некоторые бойцы готовы к повышению так то я хочу чтобы они были в копейщиков перешли готово все поехали часто по пути обязательно кому-нибудь войнём если какой-нибудь встретим но я имею ввиду разбойников каких-нибудь можно было конечно еще забежать в деревушке нас это преследует это кто это дезертиры нет 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 бегите 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 дезертируя это очень жестко ребят потому что дезертируя это регулярная армия просто которые убежали то есть это вам не мгла жопая разбойники у которых с камнями ходят из смели с этими с ножичками это нормально ребята со щитами и поэтому мы попытаемся сейчас от них убежать но не знали нет мы свободны теперь мы сражаемся только за себя давай золото или мы вас убьем какого хрена если вы блять свободно идите без своей дорогой все короче драться атаковать все сейчас я хочу слезть с лошади все давай вперед я со своими пацанами пойду в бой как бы блять в одном ряду чтобы воодушевить их где эти гребаные дезертиры я убью вас и заберу как бы ваши все обмунирование потом зайду в деревню там откуда вы родом и изнасилую ваших женщин и детей быстро не попал бывает заряжу свой арбалетус вперед так ребята они сами они сами нарывались на этот бой и мы сейчас им дадим обязательно по шапке быстрее короче вперед хорошо он у меня пошла замес жесткий пошел ребят жесткий замес я уже замокнется чтобы разнести свои мечта на суде разнести свои мечта наубий разнести свои мечта к вам Один остался Он бежит, ребятки, он бежит Щас Я ему так в спину, как шакалу Прицел Фаер Не попал Где моя лошадь? Можно как-то и свистнуть, чтобы она прибежала и меня забрала Вы знаете, когда я спустился Водушевил своих ребят, то это просто победа Надо было немножко левее брать Ладно, он убежал, ссыкло Ну что ж, теперь ждите, когда я приду за вашими женщинами Ребята, это победа Это победа Так, а что тут у них, в принципе, можно было бы такого себе взять? Простой круглый щит Возьму его, потому что Мой почти Ломался, скажем так Так Взять охотничий арбалет А что, я арбалет что-нибудь выкинул? Блять Что происходит? Подождите Колчан Мы не можем взять Ну, невозможно взять Невозможно взять Так Продолжить Крестьяночка у нас одна Нанять Что ты можешь? Мартиан Че-то Че-то нам вообще нужно Ладно, готово Так Значит Значит Что тут у нас 25 к защите головы Хуже чем у нас 33 к защите тела И 7 к защите ног Ладно, забираем В общем, все это забираем Продадим Продадим Я думал, что это будет пожестче Так, бойцы готовы к повышению Вы перешли на 4 уровень, ребятки Вот так вот Тем временем мы качнулись Значит, копейщиков хочу Ну, немножко лучников Так Тут все у нас красиво Так Так Это мы Давайте забежим в эту деревушку Нанимаем еще людей себе А, нельзя уже Ну, ладно Поехали в Саргот Отдадим, как бы, пленника Нашего спасенного нами Отдадим его в руки Его брательника Который отвалит нам за это денежку И на этом, наверное, закончим Если по пути, конечно, к нам попадутся Ребята, мы их обязательно обработаем Ну, я думаю, такого уже не будет Так Посетить таверну Где тут этот Это что за Покахонтас Так Вам нужны наемники, господин Я и 4 моих товарища За 600 динаров, да, блядь Вы че, ребята Пьяное чмо На что-то ты пялишься Знать бы Вроде на грязное животное Я сотру эту хмылку С твоей наглой рёжи Немеренно прекратите Никаких Смертоубийств В смысле А хорошо, все Папаша Так Торговец Мне надо с тобой побазарить Вообще-то Так в смысле Он у меня напал Сука Я тебе, блядь Людей резал Я тебя, блядь Решу Ну что ж Пожалуй Он начал первый И это, наверное Дает вам право На его оружие И кошелек Выпейте за счет заведения Поскольку, похоже Вы сохранили черепа Одному-двум Заводатяям Хотя я надеюсь Что пульс у него Еще прощупывается Для заведения Было бы нежелательно Прославиться Как место убийства Столько крови Столько крови Так Где тут Торговец Дал нам 200 динаров Ну Мой брат дома И в безопасности Даже не знает Что с ним теперь делать Может отправлю его В университет Куда-нибудь подальше От Кальдрадии Тогда Если ему проломят голову В кабацкой драке Никто не скажет Что это моя вина В любом случае Вас это точно не касается Вот Возьмите вашу награду Вы ее заработали А хотите заработать Еще немного Конечно Помните Я говорил вам Что у разбойников Есть свой человек В городе Думаю Я знаю Кто это Это капитан стражи Не больше Не меньше Несколько месяцев назад Этот капитан Глядя на то Что Насколько Купцы получают От караванной торговли Решил Занять денег На собственный Караван К несчастью Он Как и многие другие Не понимал Что большие доходы Можно получить Только при огромных рисках И вот Он Вложил Все свои деньги В самые дорогие товары Разумеется Его караван Был Атакован И разграблен Капитан Было Потерял Все Что у него Было Похоже Именно После этого Наш капитан Решил Встать На неправедный Путь Думаю Я поступил Был бы Точно Так Ж Если Б Сохрани Господь У меня Было Столько Долгов Понятно Что Вся Стража Как Так Или Иначе Якшкается С разбойниками Но Этот Капитан И вовсе Состоит У них На Жаловании Он Проводит Их В город Позволяет Им Делать Что Угодно А Потом Получает Свою Долю Слышали Когда Нибудь Чтобы Браконьеры Становились Егерями К Сожалению В Несчастной Колораде Это Происходит Нередко По Счастью В Нашей Земле Еще Остаются Честные И Смелые Люди Которые Рассказали Мне Эту Всю Историю Я Мог Рассказать Об Королю Рагнару Властителю Этого Города Но Он Непременно Начнет Расследование Мне Придется Судиться С Капитаном Тот Приведет Свидетели Все Мое Дело Развалится А Если Кто Нибудь К Этому Времени Атакуют Наши Границы Так И Вся История Вовсе Забудется А Меня Под Шумок Зарежут В Какой Нибудь Переулке Военное Время Видите Или Правителю Мало Интересуют Его Подданные И И Мелкие Заботы Так Вот Что Я Предлагаю Сделать Я Собрал Групп Квирожан Которые Работают На Меня У Кого То Эти Развойники Убили Родных Мы Сами Нападем На Дом Капитана И Приведем Его Королю Рагнеру В Кандалах А Пойманные Бандиты Сразу Дадут Показания Против Него Мне Нужно Только Одно Чтобы Кто Повел Мою Маленькую Армию В Не Думаю Что Смогу Доказать Истинность Моих Слов Насколько Вы Верите Деньгам Я Готов Подкрепить Мой Рассказ Пятиста Динарами Они Станут Вашими Как Только Вы Согласитесь Оказать Мне Эту Небольшую Услугу Хорошо Я Поведу Так Мне Нужно Передохнуть Перед Боем А В Бой Мы Ребята Отправимся В Следующем Видео Посмотрите На Нашего Героя В Следующем Видео Мы С Бригадой Торговца Пойдем Мочить Капитана И Его Прихлебатели А С вами Был Росси Спасибо За Просмотр Ставьте Лайк И Подписывайтесь На Наш Канал Всем Покусики